Доброго, ленивого, зимнего времени суток вам! С вами Культурная Среда. Что-то не густо на тех выходных было с событиями, но о трех я вам точно расскажу. Так что мы начинаем. Помните, в той программе я анонсировала воркшоп Коли Лаврентио? Так вот, он почему-то потом название события на перформанс поменял. Что это такое? Ну, если ребята все правильно сделали, а я все правильно поняла, то вот, пожалуйста, смотрите. Даже Мел хочу здесь. Вывожу ее просто на ее сторону, понимаешь? Даже Алексей Коль здесь, здесь все и никого в то же время. Она сказала, чуть-чуть можно тебя вести, что у человека просто... Меры нет вообще ни в чем. Че ты делаешь? Опять обещал мне вести себя хорошо. Я показываю то, что можно делать, что ты хочешь вообще абсолютно грязная, цветная. Отлично все. Испачкала там Дашка Монашка все люто, конечно. И в конце концов мы все решили, что перформансом было отмывание полов. Вот такие надписи на паркете выводили. Там написано, Даша, ты справишься. Самое главное, конечно, чтобы Коля справился. Поэтому следите за его страничкой и будем ждать супер артхаусных фэшн фотографий. Ох уж это искусство в фотографии. Некоторые годовые запасы красок выливают ради одного кадра, другие не выливают. Вон два тазика винегрета нарезали. В пятницу в центральном выставочном зале открылась фотовыставка «Винегрет». И кто в ней только не участвует. И фотокорреспондент газеты, и член Союза художников, и геолов, и даже врач. А также много других интересных творческих личностей. Поснимала, что хотя бы немножечко понравилось. А вообще как-то грустненько, если честно. Ничего необычного. Куча одинаковых снимков в церкви, самые обыкновенные портреты, пейзажи и так далее по цепочке. Но вы все равно сходите, потому что ходить надо. Вдруг вам понравится. 28 ноября открылась правильная бургерная. Чоперс называется. В день открытия там все было бесплатно. Играл саксофонист, разыграли бургер весом 2,5 килограмма. А ведущим был Андрей Лукин. Разрешил мне рассказать о мероприятии только в том случае, если я его лагачу ставлю. Так что вот, смотрите. Вставляю. Ну все, теперь точно можете посмотреть, что там было. Что касается розыгрыша часов Apple Watch, скажу вам так. 30 декабря – последняя среда этого года. В ней-то мы и подведем итоги. А пока будет бежать декабрь, советую вам не скупиться на репосты. Это раз. А два – это прям как в школе. Прямо как домашнее задание. Нужно нарисовать лагач для сервисного центра Macintosh. Можете от руки, можете в пейнте. А если вы вообще красавчик, то в векторе высылайте. Отдельное спасибо вам скажу. Присылайте мне ВКонтакте в личку. С пометкой «Капслоком». Лого для конкурса. 5 декабря к нам в Оренбург должен был Джиган приехать. Но что-то у него 5-го не получается. И вот он через Леху Макса всем оренбуржцам видеообращение передал. Привет, Оренбург, это Джиган. Я хочу сообщить всем, что концерт 5 декабря переносится на 12 декабря. И все купленные билеты действительно. Увидимся в Оренбург. Пис. На этом первая зимняя среда заканчивается. Желаю вам снега и приключений. И жизни насыщенной. И чтобы каждый день праздник. А на титры вам танцы ног. Уже по чистому полу после перформанса. Снимал Ханжа, кстати. Пользуясь случаем, хочу передать ему привет. Ну а с вами я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok